и дальше из потока сладостей твоих ты напаяешь их ибо у тебя источник жизни и во свете твоем мы видим свет это очень сильное пророчество и которая провозглашает слово божье для каждого из нас поэтому давайте встанем я знаю что вам трудно сейчас встать вы также возможно уставший длинный день возложите на кого-нибудь руки или впереди или по соседству и скажите я открывали тебя потоки любви и я высвобождаю на тебя свет ты наполняешься этим этим благом жизнью и светом я не я не паша вы были able to get those pictures ok 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 это картинка которую вчера вечером говорили это тот носорог который родился с рогом и он нарисует эту картину ну дерево рисует там нету рога рога но он рисует его на картине и этот рок он везде на картинах поэтому иногда мы рождены с небольшой проблемой и это так как мы видим остальной мир это умеем это это та история когда летела бейсбольная бита на на стадион и обратите внимание что каждый защищает самого себя но кроме этого отца который защищает своего сына скорее всего если бы вот это бита ударила его в голову он бы не выжил от повреждения это то о чем мы вспоминаем когда отец папа нас защищает это был его инстинкт или рефлекс который он сделал он скорее всего даже не имел времени чтобы подумать мне возможно нужно его защитить он просто это сделал мне кажется что писание которое говорит что мы ценно его как зерница ока там в английском переводе по-другому мы зенит как зеница его ока и когда кто-то из врагов хочет вмешаться в нашу жизнь это это такая аналогия что как будто кто-то хочет пальцем ткнуть богу в глаз но когда бог защищает и защищает вам не нужно ни о чем беспокоиться потому что он вас и меня защищает это его природа естество помните то что через что мы хотим пройти на последующие два вечера так как мы изучаем о семье мы так мы изучили или также рассматриваем наши биологические или земные семьи но те же принципы работают в божьей семье псалом 126 мы прочитаем его опять если господь не сожидит дома напрасно трудится строящий его если господь не хранит города напрасно бодрствует страж напрасно вы рано встаете поздно просиживаете едите хлеб печали тогда как возлюбленному своему он дает сон вот наследие от господа дети награда от него плод чрева что стрелы в руке сильного то сыновья молодые блажен человек который наполнил имя колчан свой не останутся они в стыде когда будут говорить с врагами в воротах итак у нас есть семьи давайте мы представим что у каждого нас есть семья теперь мы подошли к принятию решения хотим ли мы иметь детей или нет дети они вообще нужны они необходимы да и нет в соединенных штатах есть группа людей верующих которые верят что нужно использовать такое планирование семьи которые не верят что есть такое планирование семьи и решают что только богу известно сколько им детей нужно иметь с другой другой крайность а есть такие люди которые не хотят вообще никогда иметь детей я верю что согласно и первому и она 13 стиху который говорит о том что мужчине мужчине и человеку дается право или власть решать иметь ему детей или нет мне не мужчине и людям то есть мужчине и женщине то что я верю что бог хочет чтобы было установлено чтобы человек был господствовал над землей в взаимоотношениях с духом святым поэтому для одного человека может быть правильным иметь десять детей а другой человек может иметь быть находиться в полном мире не имея ни одного ребенка и опять же в чем мир и важно чтобы мы не руководствовались гордостью или эгоизмом или страхом когда мне было приблизительно 19 20 лет мне не нравилось то как выглядел мир я думала я скорее всего не хочу рождать детей в этот мир у меня была очень мудрая у меня есть очень мудрая мама которая не говорила о тебе не нужно иметь детей она вдохновляла меня чтобы я разговаривал на эту тему с господом и чтоб я имела мир честно я не не знаю ли он беспокоился об этом в том возрасте бог дал мне мир чтобы в том чтобы иметь детей у нас двое детей биологических детей и я имела я бы находилась в полном покое не имея хирургического вмешательства чтобы иметь больше я имела мир и понимала правильно понимала что это правильно для меня если посмотреть на это сейчас я вижу что бог приводил очень многих детей в наш дом и для меня было бы действительно очень трудно если бы у меня было пять детей и много и больше поэтому если вы женат или замужем это то решение которое необходимо принять как пара я знаю женщин которые удовлетворены были иметь только одного ребенка и наш совет заключался в том что вы ждите чтобы иметь согласие потому что иметь детей это дорого дорого стоит это касается денег это касается ваших эмоций чувств и ваших сил вы не рождаете детей для того чтобы вы чувствовали себя хорошо вы мы вас и вы вы прощены если вы пытались это сделать поэтому почему же мы рождаем детей если это не приносит удовольствия мне и я не беспокоюсь о том что кто-то будет обо мне заботиться когда я буду преклонном возрасте мы задаемся такими вопросами когда смотрим в этот псалом мы рождаем детей для того чтобы быть уверенным что царство божие оно продолжается я верю что и шо он вернется вернется когда я еще буду жива то есть но он может и не вернуться в этот период поэтому я хочу быть уверена в том что будут верующие на земле когда я буду с ешуа на небесах в этом псалме дети ассоциируются как стрелы давайте подумаем о нескольких качествах характеристик стрел он она стреляется или вылетает с лука она летит туда куда она нацелена но стрела она летит быстрее чем тот человек который выстрелил поэтому с того дня как вы привели ребенка после рождения в свой дом поэтому вы должны ожидать и верить что придет день когда вы его отпустите выпустите из дома вы должны быть убеждены в том что ваша семья сформирует их характер что они будут нацелены как можно точно и мы будем очень успешны тогда когда наши дети пойдут дальше чем мы могли пойти и заметьте что здесь сказано что дети не будут стыде когда они будут встречаться или как написано говорить с врагами однажды я говорила с мужчинам мужчина который сказал что мы просто не воспитываем детей мы воспитываем матерей и отцов для моего возраста это очень понятно и ясно но те кто молодые намного молодые которые находятся здесь я хочу чтобы вы таким же образом также мыслили и вот есть ситуация когда я думаю я считаю что мы не имеем выбора если мы ожидаем или считаем что дети должны быть духовными детьми я верю что бог хочет чтобы этого было много много и много и многие принципы в нашем отцовском воспитании они применимы в церкви давайте просто будем пытаться давайте представим что кто-то приходит пришел к вере в ешуа сегодня и вы тот кого бог избрал чтобы вы были наставником и учили этого ребенка я уверена в том что вы должны ожидать и хотеть чтобы этот ребенок стал зрелым в начале вам нужно быть уверенным в том что то слово которое они читают оно им понятно и они его применяют павел называют молочным молоком это пищу и иногда мы хотим их немножко обезопасить и сказать ему на таким образом что это не те телепрограммы которые тебе бы следовало смотреть сидеть в баре и выпить алкоголь это не очень хорошая идея но вы хотите чтобы они возросли в зрелости в полноте духа святого чтобы они принимали правильные решения без вас это наша цель чтобы взращивать зрелых христиан которые могут слышать господа и могут быть послушным ему мы не хотим взращивать таких в зрелых которые не хотят слышать господа и не любить мы хотим взращивать таких верующих которые будут завтра даниилами по примеру даниила если мы немножко остановимся и поразмышляем о данииле и трех мальчиков их родители были достаточно особенными они родились в то время когда бог проговорил что я вас посылаю мое наказание в том чтобы послать вас в египет в синагоге или как мы называем сейчас церкви а в то время они не находились можно сказать в воле божьей в том плане что бог им дал наказание быть в рабстве собрание верующих на то время не могло оказать родителям даниила особой помощи у них не было достаточно сильного детского служения как же эти родители воспитали этих трех молодых мальчиков я верю что первое что они делали что они имели место поклонения в своем доме я верю что даниил видел как его мама и папа поклонялись господу дома и когда мы смотрим на жизнь даниила она очень прекрасно удивительно он был очень молодым парнем когда он был взят в плен и там была очень очень сильно злая империя власть и он сохранил свою любовь или уважение к на выхода на ссору помните когда мы говорили о прощении у нас есть царь который убил семью даниила и схватил в плен даниила и пришло время когда бог дал даниилу слово которое было очень негативное и прочитайте об этом в книге даниила и данил отвечает что боже я верю что это слово для врагов это прощение он был успешен в замке на ухода на ссора и он прошел через в успехе через это царство но в то время когда он был брошен в темницу с львами ему скорее всего был такой возраст как у меня это такая такую страсть которую я имею к своим сыновьям внукам и правнукам к моим биологическим и духовным детям я молюсь за пробуждение которое будет глобальным всемирным когда каждый будет иметь взаимоотношения с ешуа но я готовлю свои духовные приношения даже тогда когда дела будут идти плохо я сконцентрирована над этим потому что это о будущем потому что скоро я иду к дому с ешуа и для меня очень важно чтобы здесь остался кто-то кто будет продолжать давайте поговорим о всем мире немного я не знаю к кем вы являетесь лично иногда очень просто сказать я американец если я живу там или если я живу на другой стороне улицы там где мои соседи живут или когда я плачу больше денег чтобы или когда я плачу больше денег чтобы решить все свои проблемы родители даниила они воспитали воспитывали его чтобы он был готов чтобы он встретил очень сильное противоставление и чтобы он оставался успешным для царства и он вырос к этому уровню и также было скорее всего очень много детей которых бог послал в плен которые смотрели на эти обстоятельства таким образом что нет ничего чтобы я мог бы изменить я застрял в том где я нахожусь на то время очень много родителей также говорили им думая о том чтобы помочь им чтобы они были счастливы возможно вы это также себе говорите но бог хочет взращивать те кто будет менять мир и это то что мы должны проговаривать в жизни детей вы те кто меняет мир я не знаю что вы будете менять я не знаю с чем вы столкнетесь но если у вас внутри будет царство оно будет оно более чем мир который окружает вас и научить их как высвобождать его это все это только это то что нам нужно научиться делать как родители и как наставники для людей обучая их чем больше он во мне больше чем тот кто в мире я верю что есть принципы власти над народами я не сталкиваюсь с теми принципами власти которые действуют над украинцами но тут то же самое царство мы должны быть гражданами царства небесного и я хочу наслаждаться жизнью когда я прохожу через это но господь говорит что мы странники и мы проходим это должны пройти мы не должны просто обучать наших детей чтобы они занимались только умственными на самом-то деле никто из нас не было не столкнулся с такими как но я могу кое-что сделать мы можем что-то сделать правильно мы можем что-то сделать мы можем что-то сделать что что высвобождает господа и его планы потому что если я в его плане будет победа победа в победе поэтому когда мы поэтому когда мы воспитываем детей может быть я немножко перепрыгиваю в начале мы принимаем решения для них или вместо них но по мере их возрастания я даю им возможность задавать вопросы я задаю вопрос а как ты думаешь что тебе нужно делать но если они отвечают с очень плохим ответом я не буду говорить что это плохо и ты глупо и ты не можешь этого делать мы должны позволить им мы должны рассуждать с ними почему ты считаешь что это хорошая идея почему ты хочешь это делать чтобы позволить им изучить и понять практически с чем они сталкиваются и чтобы они были уверены в том что они действительно не хотят допускать ошибки поэтому будет время чтобы сделать небольшой созор лично каждого для себя поэтому закройте глаза если я сказал что то на то что я не могу исполнить или сделать то это это мое призвание для моей жизни вы можете услышать да или нет вам не нужно понимать полностью вы можете задать вопрос боже ты думаешь обо мне я думаю о себе так как ты обо мне думаешь если вы слышите нет скажите господь я хочу отдать себе свои ограничения я хочу отдать тебе то что было возложено на меня и чтобы ты высвободил в меня подождите и слушайте просто скажи просто скажите господу спасибо даже если вы многое не получили просто скажите ему спасибо когда мы его благодарим за малые вещи он дает больше теперь посмотрите я хочу чтобы три или четыре человека сказали одно слово которое вы услышали если вы можете даже его воскрикнуть но это может быть ваша мысль но бог ее как бы дал вам это не одно слово но это нормально что это? что это? что это? что это? она говорит что во 48 он сказал что что есть кортинин да да вы это数 дали свой дад听 Я услышал несколько слов, я верю, что для некоторых из вас. Я просто слышу, что Бог говорит «сила». Я также слышал слово «возможности». Когда Ишо говорил, что мы всегда имеем возможность. Нет неподходящей возможности высвобождать царство. Нет неподходящей возможности. Мы должны сейчас делать перерыв, но я хочу вас вдохновить, что мы должны иметь мысль, что нам нужно иметь детей. Это, естественно, биологические дети или духовные. От начала ваших взаимоотношений с детьми вы должны говорить им «вы будете ли вы сильны». Вы сотворены по образу Божьему. И с тобой Бог изменит Украину. Аминь. Давайте пойдем на перерыв. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова